В повестке рабочего заседания Комитета по государственно-правовой политике четыре вопроса. Первым депутаты рассмотрели проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты, который предусматривает внесение изменений в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы по таким статьям, как клевета, оскорбление, оскорбление представителя власти. Предусматривается установление наказания в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет со штрафом в размере 200 тысяч рублей. Я хотел бы напомнить, уважаемые коллеги, что у нас предварительно была уже инициатива со стороны Генеральной прокуратуры. Мы уже обсуждали ее, комитет вынес отрицательное решение. После этого у нас получилось так, что Генеральная прокуратура отозвала свое законодательное предложение, свой проект, но администрация президента, существенно дополнив его, прислала уже от себя. И вот сегодня мы уже обсуждаем данную тему. Проектом закона также предусматриваются основания для освобождения от уголовной ответственности за клевету. Так, лицо, совершившее преступление, освобождается от уголовной ответственности в случае опровержения распространенных им недостоверных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица при наличии согласия потерпевшего. Законопроект предусматривает ужесточение меры наказания за оскорбление. Уголовная ответственность в соответствии с проектом закона наступает и за оскорбление, совершенное публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть интернет. Проект закона предусматривает и уголовное наказание за оскорбление представителя власти. Данный проект закона инициирован президентом Асланом Бжанья. В случае, когда клевета соединена с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, проектом закона предусматривается установление наказания в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет со штрафом в размере 200 тысяч рублей. В части 2 оскорбления отсутствовал квалифицирующий признак распространения в информационно-телекоммуникационной сети интернет. Кроме того, что касается статьи 321 Уголовного кодекса Республики Абхазия «Оскорбление представителя власти». Это и сотрудники правоохранительных органов и иных ведомств, которые входят в круг представителей власти. Действующая редакция предусматривает очень, скажем так, мягкие санкции. Они сопряжены со штрафом и с правительными работами, а лица, исполняя свой долг в соответствии, скажем, если это касается правоохранительных органов, в соответствии с законом о милиции, в их адрес высказываются и в неприличной форме, однако должное наказание не получают. Поэтому мы согласны с теми предложениями, которые представлены администрацией президента. В действительности необходимо усилить санкции. О своем видении данного законопроекта рассказали члены аппарата уполномоченного по правам человека в Абхазии. Та редакция, которая действует сейчас, она предполагает формировку заведомо ложных сведений, которые означают, что эти сведения ложны по своему определению. И субъект, который распространяет эти сведения, заранее знает ложность этих сведений и целенаправленно их распространяет. Именно в заведомой ложности данных действий проявляется злонамеренность и стремление опорочить честь и достоинство другого лица. И подобно указывает на то, что для клеветы необходимо наличие вины в форме прямого умысла. Данные же поправки приведут к тому, что помимо прямого умысла люди по неосторожности могут быть привлечены к уголовной ответственности. Также это может привести к массовым уголовным делам за распространение почти любой информации. Депутаты высказали свое мнение по данному проекту закона. Что касается ужесточения статей концептуально, я думаю, что некоторые вещи вызывает само время. У нас огромное количество личных выяснений, отношений, личных конфликтов. Я имею в виду не депутатов, а республику в целом. И данные статьи будут действовать не только на людей, которые не обладают определенным статусом и чиновников, но и на чиновников в том числе, которые тоже со своей стороны позволяют себя переходить на личности. Что касается содержания самих статей, конечно, некоторые вещи у меня вызывают вопросы. Во-первых, правоприменение. Во-вторых, что касается клеветы. Само понятие клеветы подразумевает заведомую ложность. Если взять любой словарь, в том числе слова Режигова, там об этом сказано. Это меня смущает. Также меня смущает сложение санкций статей. То есть идет лишение свободы параллельно со штрафом. Но я за то, чтобы увеличить санкции по статьям, в частности, санкции, касающиеся штрафа. Потому что штрафы 5 тысяч или 10 тысяч рублей, они совершенно смешные. Меня чуть беспокоит вольное трактование вот этих вот норм. Потом неустановленный круг лиц. У нас до сих пор нормально, профессионально проведенной или где будет проводиться лингвистическая экспертиза, вот этого института нет. Постановление назначения экспертизы направляется в другие страны. Там проводится очень много времени. Да, переводы из одного языка на другой язык. Кто это будет осуществлять? То есть генеральная прокуратура, исполнительная власть. Эти институты все должны начать работать. Мы должны знать четко в выражениях, что является клеветой, что является оскорблением. Следующим вопросом рассмотрели проект закона о внесении изменения о статусе депутата Народного собрания, который направлен на законодательное определение правовых основ и порядка выплаты пенсионного обеспечения депутатам первого созыва. Проект закона предусматривает регулярные ежемесячные денежные выплаты, предоставляемые депутатам, исполнявшим полномочия до ноября 1996 года. Денежные выплаты будут формироваться из расчета 75% от ежемесячного денежного содержания действующего депутата. Этот законопроект также инициирован президентом. В соответствии со статьей 27 закона о статусе депутата Народного собрания парламента, гражданину Республики Абхазия, в течение пяти лет исполнявший полномочия депутата Народного собрания, имеет право на пенсию депутата Народного собрания парламента Республики Абхазия при наличии общего трудового стажа 20 лет и достижении возраста для женщин 55 лет, для мужчин 60 лет. В соответствии с пунктом 1 статьи 25 закона депутату Народного собрания, независимо от занимаемой в Народном собрании должности, за исключением спикера Народного собрания, вице-спикера Народного собрания, устанавливается одинаковое ежемесячное денежное вознаграждение в размере ежемесячного денежного вознаграждения министра и одинаковое денежное поощрение. При этом здесь хочу отметить, что денежное поощрение не включается в состав денежного вознаграждения. Это в соответствии с действующим законом. Депутат Народного собрания Резо Зонтария представил проект закона о нормативных правовых актах. Разработан он в порядке законодательной инициативы и может послужить реальной площадкой для обсуждения принципов построения будущей правовой системы современной Абхазии. Настоящий закон определяет понятие, систему и виды правовых актов Республики Абхазии, принимаемых правотворческими органами. Туда включаются должностные лица, а также устанавливает порядок их разработки, принятия и опубликования, и толкования основных принципов. В настоящее время основными терминами принципов в нашем законопроекте определены принципы, что такое норма права, что такое правовой акт, нормативные правовые акты, ненормативные, подзаконными нормативными актами, получили определение. И это достаточно большой законопроект, который регулирует ту необходимую часть с точки зрения правовых взаимоотношений между всеми субъектами и объектами, имеющими правоотношения друг с другом. Сказать о его необходимости, он очень необходим и данного закона, который регулировал бы все то, о чем я сейчас сказал, его у нас практически сегодня в стране нет. И предлагаю внимательно, детально изучить в случае необходимости, готовы внести изменения, но предлагаю, что в этом законотворчестве были применены практически все юридическое наше сегодня сообщество. Депутаты постарались с теми практическими проблемами, с которыми она сталкивалась в процессе правовых отношений, привести в соответствие для того, чтобы это было легко и просто работать, для того, чтобы улучшило качество всех правовых взаимоотношений между всеми участниками нашего сегодняшнего процесса. Депутаты также рассмотрели проект закона о внесении изменения в Конституционный закон о Кабинете министров. Речь идет об отсутствии в Конституционном законе бланкетной нормы, устанавливающей компетенцию Кабмина в разработке и утверждении такого основополагающего акта, как регламент работы коллегиального органа, возлагающего систему органов госуправления и обеспечивающего их согласованную деятельность. Единого порядка, который бы определял порядок реализации Кабинета министров своих полномочий. Исходя из вышеизложенного, президентом Республики Абхазия внесен законопроект, который предусматривает о том, что порядок работы Кабинета министров, в том числе вопросы, связанные с принятием актов Кабинета министров в виде распоряжений и постановлений, будет этот порядок регламентироваться отдельным документом, который будет называться регламент, а регламент будет утверждать Кабинет министров. Это процессуальный порядок. Регламент будет определять порядок работы Кабинета министров, порядок реализации Кабмином, установленных Конституцией, Конституционным законом и законами функций. По итогам голосования проект закона о внесении изменения в Конституционный закон о Кабинете министров не рекомендован к принятию. В любом случае, все рассмотренные вопросы будут вынесены на ближайшее заседание сессии парламента.